Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи! Революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, сверхшилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею, что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать... Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я вообще обещал сегодня сказать, начать свое вступление со слов «Добрый день, расисты». Белые... Белые расисты. Расисты. Да. Особенно мужчины белые. Все расисты. Все расисты. Все расисты. Потому что... Ну, во-первых, вы точно расисты, и я точно расист, потому что вы не поддерживаете демократическую партию. Слава Богу, нет. Да. А вы хотели поздороваться на иврите. Да. Янтов, янтов, шабат-шалом. Шабат-шалом. И, кстати, нас слушают в Израиле. Да. Добрый день, шабат-шалом. Я думаю, что... Можем и по-украински, можем и по-русски. Слушают тоже в Израиле. А почему расисты? Потому что, вот смотри, сначала мы все были русскими шпионами. Сейчас примем звонок. Здравствуйте. Добрый день, Сережа. Толя тоже, наверное, старик. Толя нет сегодня. Такой вопрос. Значит, вчера... Вчера, да. Вчера Толя рассказывал о всех историях этих. И опять включается этот Борис. И его зовут. Черт его знает, как его зовут. И он опять все-таки поливает, что-то говорит. Бирает пол паршивого, он такой паршивый. И все его послушивают. Я не понимаю, почему. А он высказался, что Путин поднял с руин страну. Он сделал экономику и поднял с колен. Мне интересно знать, каким образом, и что это он высказался. А то ли ему ничего не проречил. А где же Украина? А где же Болтавия? А где же Кавказ? Слава Богу, все имеют свое мнение. Слава Богу, все имеют право его говорить. А тот все время говорит... Мне нравится, что ваше мнение. Я хочу, чтобы высказался. Это был шик, извини за выражение. Он просто хочет опять мешать нам нашим делам. Окей? Понятно. Спасибо, спасибо. Давайте следующий звонок. Одну секунду сейчас. Просто дело в том, что все знают, кто такой Борис. И Толик правильно сделал, что он не вступал с ним в перепалки, потому что это переходит в скандалы. Никому это не надо. Добрый день, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню по иммиграционным вопросам. По каким вопросам? Иммиграционным. Выходите иммигрировать? Какой вопрос у вас есть? Мы не адвокаты, но мы постараемся ответить. В силу того, что живем здесь очень давно. Я понял. Спасибо. Я в Шикаго живу, и как бы у меня есть гринка, хотел бы жениться на девушку, и хотел бы, чтобы она тоже здесь легально находилась. Вам нужно помочь в выборе невесты, или как? Мы не знаем, честно говоря. Если легальный точка зрения, то вам, наверное, лучше всего обратиться к адвокату. А с девушками можем помочь. Есть очень много красивых, хороших, незамужних женщин. Легальных. Легальных, да. Так вот, почему расисты? Потому что, ну, вы, наверное, слышали сейчас, кто не выступает, не просто, так сказать, ну, во-первых, так, вся эпопея, которая началась с момента избрания Трампа президентом, в 23 года нас убеждали все средства массовой информации, за исключением одного, я имею в виду телевизионной, кроме факса, потому что на факсе там были объективные люди, а все остальные, и газеты, и телевидение убеждало нас, что у них есть факты, подтверждающие, что Трамп в сговоре с Путиным, значит, выиграл выборы. Вот они на каждый день, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Два года. Два года. Потом уже расследование проводило ФБР, потом уже специальный прокурор, и в итоге пшик. В общем, мордой об стол. Либеральные твари ударились мордой об стол. Теперь они придумали другую мульку. Трамп-расист. Сначала они обвиняли только Трампа в этом. А сейчас, если ты посмотришь MSNBC или CNN, они убеждают, что все, кто поддерживает или голосовал за Трампа, являются расистами. Ну подожди, ты еще не забудь сказать о том, что уже вот когда были последние слушания Мюллером, даже после этого, когда выступали кандидаты в президенты от Демократической партии, все равно они говорили, что это ничего не значит, что у нас все равно есть доказательства. Какой хороший момент для того, чтобы предоставить эти доказательства? Почему же их нет до сих пор? Слушай, ну... Ну, а то, что Трамп-расист, ну понятно, конечно, не только Трамп. Мы, значит, если мы критикуем чернокожих или испаноязычных, мы расисты, если мы критикуем вот эти парады гомосексуалистов, которые на самом деле превращаются чуть ли не в вакханалии, и никому это не нужно, никто не против гомосексуалистов этих, никто их не притесняет, но я считаю, что вот эти парады, это своего рода как бы... А как тебе расписание, в котором обязательно для публичных школ в Виленосе ввели, да. Да. То есть, значит, если мы против этого, мы гомофобы. Если мы критикуем... Если мы говорим о том, что границы должны быть безопасными, то мы расисты, потому что мы против... Мы тоже расисты, да. Ну, опять-таки, это продолжает то, что Сергей сказал с самого начала. Здравствуйте, расисты. Мы все расисты. А еще мы исламофобы, потому что мы не поддерживаем вот эту вот программу BDS бойкот Израиля, потому что мы критикуем вот этих вновь избранных конгрессменов джуниор, которые выступают против Израиля. Мы еще поговорим сейчас об этом, кстати. И мы протестуем против того, чтобы пропускали сюда иммигрантов из Сирии без того, чтобы их проверить хотя бы на то, насколько они воинственно относятся к западной цивилизации и к христианству. Еще до избрания Трампа в президенты говорили о том, что не существует базы данных, совершенной базы данных, чтобы можно было проверить людей, которые въезжают в нашу страну. Особенно это касается тех, кто въезжает из региона Middle East, Ближнего Востока. Мы помним стрельбу в Калифорнии, когда молодая пара, причем он был гражданин Америки. Молодая пара, рожденный в Америке, да. И они, он был абсолютно нормальный, как все говорят, но когда он съездил куда-то там в отпуск, я не помню, куда он ехал, в Иран, в Ирак, в Палестину, не знаю куда, то вполне возможно, что ему эти мозги вправили так, что он стал террористом. И вот в результате больше 20 человек, по-моему, погибло тогда, да? Эл-Пасо или как это? Нет. Боже, не помню уже, как назывался этот городок. Вот так что то, что сюда въезжают люди из Ближнего Востока, которые когда-то были нормальными, вполне возможно, что их прямо перед въездом завербовали. И мы не знаем, кто сюда въезжает. Но демократы кричат, что границы не должны быть на замке. Мы должны принимать всех подряд. В Калифорнии, например, вот сейчас обсуждается бюджет на Новый год. Более 30 миллионов выделено на обучение детей нелегальных... Нет, они не нелегальные иммигранты, нелегалы. Они не иммигранты. Нелегальные переходчики границы. Андокюменты, андокюменты. Бездокументные, да. Вот. Ну вот, не знаю, как дальше будет развиваться. Насчет того, что вот опять-таки, начнем с темы, которую поднял Сергей. Насчет того, что мы перешли от того, чтобы говорить о Трампе и русских, насчет Трампа и расизма. Вчера главредактор газеты New York Times, Дин Беккетт, он сказал, он просто заявил, что мы переходим с одной историей, мы переходим на другую. Мы хорошо репортировали, он написал, мы хорошо репортировали, мы хорошо вели репортажи насчет того, что русские имели что-то с Трампом, какие-то дела во время выборов. Но теперь, когда это разрушилось, мы будем теперь смотреть на то, насколько Трамп расист. Ну, если уже газета такая, как New York Times, они освещают это с такой трибуны, то почему не могут... Они откровенно об этом говорят, даже не скрывая того, что сначала они вот эту теорию заговора на протяжении двух с половиной лет толкали, толкали, толкали. Теория развалилась, подтверждения не нашлось. Теперь они перешли к новым атакам. Вот, российские, ты посмотри, все кандидаты в президенты, включи любой телеканал, и там об этом будет идти речь. На Трампа подали в суд 13 штатов, а возмущение вызвало новое вот это правило, осложняющее легальным мигрантам въезд на территорию США. Самое интересное, о чем не говорят ни один новостной канал, это не новость, это не новый закон. Это, эту резолюцию в 1992 году подписали Нэнси Пелоси и Чак Шумер, а закон этот подписал Билл Клинтон. То есть, это не новость, что люди, которые получают государственные программы, субсидии... Ты об этом говоришь сейчас, о том, что вернулись снова к правилам. Да, так вот, Трамп просто вернулся к этому правилу. И вот за это на него подали в суд 13 штатов. А что произошло? Значит, Белый дом на днях обнарудовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить получение вот этой грин-карты для тех людей, которые пользуются и полагаются на соцвыплаты, на получение футстемпс, как это, талонов на питание. Короче, Геннекитов, так или иначе. Да. И оставляет за собой право не впускать людей в страну, которые рассчитывают на эти программы. Ну, всегда говорили все президенты, включая и Обаму, и Клинтона, что американские граждане должны быть на первом месте. Это номер один. И вот, начиная с... вот два года назад, начиная с этого времени, вдруг все поменялось. То есть, кроме президента, все остальные считают, что на первом месте должны быть нелегальные эмигранты. А мы должны их кормить, поить, мы должны их лечить бесплатно. Ну, деньги же надо где-то брать, в конце концов. В принципе, начало этому положил еще Обама. Тем, что он заявил, что я не император, я не король, я не имею права менять конституцию. Мы не можем пускать сюда нелегальных эмигрантов. После этого, через какой-то год или даже меньше, он сказал, что они будут рассматривать дела детей нелегальных эмигрантов, так сказать, ДЭКа. ДЭКа, да. И Dreamers, что мы будем рассматривать их дела, и вот они будут получать какие-то льготы. И с этого, в принципе, началось, что начали ротовать за нелегальных нелегалов. Вообще интересно, вот это сообщение вызвало бурю протеста среди особо либеральных, в частности, адвокатов. Вот в соцсетях есть некая дамочка, зовут ее Ксюша, Ксюша Майорова. Живет она во Флориде, если я не ошибаюсь. Занимается она эмиграционными вопросами. И вот в одном своем комментарии она пишет, обвиняет другую оппонентку в том, что она бестолковая вообще и наполнена ненавистью по отношению к эмигрантам и так далее, потому что она поддерживает это решение. А в другом своем посте она пишет о том, что не может нелегальный эмигрант получать какие-то бенефиты. Но если нелегальный, понимаешь, да, что не может, но это невозможно, этого не может быть, это все бред, вы несете, вы врете, лишь бы, так сказать, ненависть в народ толкать. Но если нелегальный эмигрант не может по определению получить никакой бенефит, то какого хрена у тебя вызывает вот это правило, такую реакцию? Почему ты начинаешь бежать? Вчера Толик интересно сказал, нет, 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 позвонил радиослушатель и сказал, что у него и вот родственники недавно приехали, и женщине 70 лет, и очень тяжело сдать на гражданство. И вот я помню, как моя бабушка стала гражданином в 84 года. Вот как-то сдала. Да, у нас есть звонок, у нас. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вот этот вот иск, который подали против Трампа 13 штатов, это демократические штаты, и я думаю, что вы заметили это. И, значит, что они хотят? У нас сейчас государственный долг где-то около 22 триллионов. Это основной долг сделал, в общем-то, их замечательный президент Барака Обама. То есть мы идем в том же направлении, как когда-то Греция, мы идем в том же направлении, как, в общем-то, Миннесуэла и так далее. То есть они специально разоряют эту страну, потому что, я помню, мы когда-то изучали Ленина, значит, политэкономию и философию марксистко-ленинскую, как там было. Значит, что во время войны надо сделать, то есть когда народу плохо. Вот они хотят сделать без войны, чтобы здесь было очень плохо. Или устроить еще к тому же и здесь, в общем-то, гражданскую войну. Вот это им надо для того, чтобы захватить власть навсегда. Спасибо большое. Вы знаете, интересно, вот фотография сегодня была. Ты говорил по поводу вот этой женщине-адвоката, что она пишет и то, и то. И вот интересно, благодаря вот этим соцсетям мы узнаем, какие люди вокруг нас. И если нам человек не нравится, мы его, как есть такое вот понятие unfriend. Так вот фотография была, значит, лежит один мальчик, мальчик лежит на полу, на спине, а второй сидит над ним и бьет его кулаком и говорит, вот как мы unfriend людей в наше время. Вот, да. Ну, в общем, получается действительно странно. С одной стороны, вот эти либеральные адвокаты говорят о том, что, постоянно говорят о том, ну, во-первых, нелегалы нам ничего не стоят. Абсолютно ничего не стоит. Мало того, благодаря им, собственно, наша экономика и держится. Если бы не было нелегалов, то все было бы в порядке. Ну, вообще, это страна иммигрантов, и если так судить, то мы все тогда. Ну, и она тоже пишет, да, кстати, вот это Ксюша Майорова пишет, что они с мамой приехали, у них было там 100 долларов денег, их приняли, мы приехали, и она выучилась и стала адвокатом. Причем выучилась, наверное, на наши деньги, я подозреваю. И стала теперь адвокатом, и она теперь защищает всех нелегальных, так сказать, борется, готова положить жизнь. А что говорят наши местные адвокаты, в том числе, пока не видел. То же самое, кроме тех адвокатов, которые рекламируются на нашем роде. Понял. Кроме тех, это наши адвокаты. Но, в принципе, либеральные адвокаты и либералы вообще? У нас здесь звонок говорит. Добрый день, мы вас слушаем. Алло, добрый день. Добрый день. Вы знаете, я несколько месяцев назад я подписывала петицию Трампа. Алло. Да, мы вас слушаем. Да, слушаем, говорите. Я с надеждой буду узнать, ну, как-то петиция. Она о том, что если 100 тысяч таких заявителей найдется, то опубликует сам манифест о том, чтобы не задержать, не поддерживать материально вручную смесь. Вы знаете, я персонально почему-то в эти петиции не верю. Ну, во-первых, нужно набрать определенное количество голосов, людей, подписей якобы. Во-вторых, я еще не видел ни одной петиции, которую вот подписывали где-то на интернете, которая прошла бы действительно вот, или конгрессмены, или сенаторы, может быть, да. Там есть определенное количество, там, 100 или 120 тысяч подписей. Именно на сайте Белого дома. Тогда Белый дом обязан как бы ответить. А три ряды отреагировали, но я ни разу не видел этих ответов почему-то. Вот я именно искал. Я помню, где-то несколько месяцев назад тоже была там петиция в поддержку там каких-то какого-то закона Трампа. И я потом хотел проследить за судьбой, за результатом этой петиции, и я ничего не нашел. Ну, особенно те петиции, которые вдруг кто-то прислал, и как бы петиция от себя. Вот давайте мы сейчас напишем там Трампу или конгрессмену штата. Вот мы недовольны этим-этим. Вот, например, школьница Баффало Гроуф, джуниор хай-скул Стивенсон, вдруг она решила пойти там где-то возле Баффало Гроуф Тауншип с протестом, чтобы наконец-то что-то начали делать в связи с глобальным потеплением. Хотелось бы сказать, девочка, ты не хочешь учиться вообще в школе, а потом уже будешь выступать со всеми своими проблемами. У нас есть звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вот насчет этих петишен. Значит, когда говорят о результатах пола, которые вообще-то формируют мнение, и очень важно, потому что на него опираются, соответственно, обе партии. Так вот, эти петишен не только проводят Голуб, Расмуссен и так далее. Они собираются и как бы комплексно, и представляется имя как бы от имени народа. Поэтому это важные петиции. Больше того, на эти петиции зачастую, ну вот когда особенно посылаются петиции в виде писем от серьезных организаций, типа Digital Watch или Freedom Watch и так далее. Так вот, эти петиции идут непосредственно в Конгресс, в ОСБ партии. И они тоже смотрят, то есть, кто и в какой степени поддерживает тех или ту или другую партию. Поэтому это очень важная часть нашей работы, которую мы тоже должны делать. Спасибо большое. Ну, то есть, я так понимаю, что это какая-то часть нашей работы, и это информация для них. Но дальше, по-моему, дело не идет. Нет, ну просто, понимаешь, вот, если, скажем, вот, 9 или 10 округ, Шнайдер, конгрессмен, если из его округа несколько тысяч человек подписали какую-то петицию, он не может для себя не сделать. Игнорировать. Потому что он понимает, что на следующих выборах эти несколько тысяч человек его высадят, если он займет противоположную позицию. Я вот наблюдал, сколько было петиций, чтобы убрали из Конгресса Аказию-Кортес, Итлаиб, Иамар. А это значит, это значит, эти петиции подписывали не жители ее дистрикта, а другого. Поэтому ей абсолютно наплевает. Вот если бы это из ее дистрикта... То же самое, что именно, например, сколько петиции было подписано, чтобы Дженчакавска с 9-го дня, совершенно верно, чтобы ее убрали. Но, к сожалению, это не из ее дистрикта. Мы сейчас сделаем небольшую остановочку, послушаем рекламные объявления, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». На телефон вы помните 847-400-5200. Если будут вопросы или комментарии, пожалуйста, звоните. Вот у нас на Ютубе наш слушатель подсказал, где была стрельба Сан-Бернардино. Точно, Сан-Бернардино. Спасибо большое. Кстати, насчет стрельбы. К сожалению, произошла еще одна стрельба в университете штата Алабама. Есть жертвы. Два человека погибли, еще трое были ранены. Это государственный университет штата Алабама. Об этом сообщает Нью-Йорк-Пост. И указано, что состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. И жизни еще одного человека ничего не угрожает. К сожалению, опять у нас происходят такие вещи. Но виноват Трамп. Виноват. Вот то, что вчера происходило в Филадельфии. Я хотел тоже сказать, что стрелок из Филадельфии сдался полиции. Он был арестован. Это мужчина, который открывал огонь по сотрудникам полиции. Удерживал несколько заложников в Филадельфии. Он сдался правоохранительным органам где-то в районе полуночи по местному времени. Мужчину зовут Моррис Хилл. Ему 34 года. И до этого он привлекался к ответственности за наркотики. Вчера было довольно подробное освещение этого происшествия на Факс Ньюз. И самое интересное, мне больше всего понравилось, что в это время Камала Хэррис давала интервью. И Джо Байден где-то выступал. И их задача в этом интервью, конечно же, была одна. Обвинить Трампа в чем-то и отобрать оружие у людей. Отобрать лайсенс у тех, кто продает это оружие. Ну, в то время, когда полицейские рисковали своей жизнью и пытались навести порядок где-то в этих районах, где происходят вот эти вещи, вот эти стрельбы, то наши кандидаты от Демократической партии в президенты, вот они используют это время. У нас есть звонок. Давайте примем звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вы знаете, у нас здесь Чикаго, если посмотреть местную прессу, каждую неделю стреляют на юге и жертвы от где-то 7 человек до 22 человек. Каждую неделю. Где вы видели, чтобы было вот такое, чтобы пресса широко освещала это? Да никогда. Нет, никогда. Нет, они создают специально, эти Демократы. Одно время, значит, метух, потом расизм. Теперь, значит, вот это с тобой против второй поправки. Для того, чтобы добиться своей цели. Спасибо большое. Спасибо за звонок. Заменить конституцию, чтобы, опять же, создать здесь авторитарный государство. Спасибо, Мария, спасибо, да. У нас есть еще звонок. Да, давайте еще один звонок примем. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вам не кажется, что Мария Дефинна права, что это просто демократы делают, как то, что когда-то китер сделал с Викстагом, чтобы обвинить коммунистов в поджоке Викстага. А вот эту дудку они запросто берут оружие. Это конспирация, это теория конспирации. Конечно, под это можно все подставить. Да, Мария, вот когда позвонила, то я, она как бы сняла у меня с языка. Я как раз хотел перейти на наш родной Чикаго. Кстати, вчера тоже у Хеннити говорил об этом. Значит, в течение двух недель, по-моему, убили около ста человек. А стреляли, по-моему, убили или стреляли? Ты знаешь, я не помню. Нет, за человек не убили. У меня, по-моему, может быть, стреляли сто раз, но была цифра 50, убили. Да, по-моему, вот 50 человек погибло за последние пару недель. Я не знаю насчет вот этой стрельбы на юге, потому что она всегда была. А сейчас она увеличилась, я не думаю, потому что это провокации какие-то. Это просто полиция не хочет заезжать в эти районы, не хочет больше выполнять свои обязанности, потому что они боятся, что их обвинят в расизме. Как всегда скажут, белый полицейский убил черного подростка, а не преступника, и не просто полицейский. Олегович, я разговариваю с черными полицейскими. Я очень часто в тех районах черные полицейские не хотят туда ехать, потому что черных полицейским говорят, что вы расисты, потому что вы стреляете в черных. Абсолютно, да. И самое ужасное приезжать в этих районах где-то в среду и четверг, через неделю после того, как в выходные вот такие вот убийства. Ты приезжаешь мимо, там, во-первых, похоронное бюро на каждом углу, и все они заполнены, и все приходят туда школьники, и ты смотришь на это, просто сердце останавливается на самом деле, потому что хоронят одного из, опять-таки, 14, 15, 16 лет какого-нибудь парня или девочку за ни за что. Ну, понимаешь как, насчет возраста, вот недавно, на прошлой неделе, по-моему, убили мужчину на паркинге, значит, угнали машину его, 6 человек, начиная от 14 лет до 16 или 17. Да, в годе 5 человек, да. Представляешь, вообще возраст преступников 14 лет. У нас здесь звонок, добрый день. Добрый день, мы вас слушаем. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, почему, когда говорят об оружии, о жертвах, огнестрельного оружия, никогда не упоминают такой факт, зарегистрировано оружие или нет? Потому что порядочные люди, они, оружие зарегистрировано, а у преступников, как правило, 100% оно не зарегистрировано. И статистика говорит, что из зарегистрированного оружия, жертвами становится только 2%, не более 2% жертв. А все остальное не зарегистрировано. Абсолютно справедливое замечание, поэтому есть очень простое объяснение. На самом деле, говорить о том, что это не зарегистрированное оружие, это не укладывается в тот нератив, который толкают демократы. Потому что проблема, как вы понимаете, не в оружии, а проблема в людях. У меня оружие много лет, и никого не убило. И у моих знакомых, у массы моих знакомых, миллионы людей в Америке имеют 300 с лишним миллионов стволов на руках. Более того, я считаю, что поскольку столько оружия у людей на руках, детей надо обучать, обращаться с оружием. Как обучали в 50-х, 60-х годах. Никто не знает, что будет дальше. Причем, знаешь, вот когда-то, я помню, в России было запрещены там официальные секции каратэ. И вот когда уже там разрешили их при каких-то отделах милиции, РОВД местных, под эгидой дружинников, как бы, то, я помню, наш тренер, он начинал наши тренировки буквально минут 15-20. Он нам рассказывал вообще философию вот этих вот боевых искусств. Никогда он не говорил о том, что вот эти martial arts – это оружие, которым вы должны нападать. Нет, это защита. Поэтому я считаю, что оружие – это то же самое, что вот такая же теория, как в этих martial arts. Мы должны детям объяснить, что мы должны уметь защищаться, мы должны владеть этим оружием. Ну, мы говорим даже вот об оружии, зарегистрированном или не зарегистрированном, легальном или нелегальном. В Советском Союзе, как мы помним, оружие было запрещено. Ношение оружия, вообще имение оружия. Так? У меня был одноклассник, у которого брат сидел за вооруженное ограбление. Так? И не была вышка, было 15 лет. Слова «вооруженное ограбление» не вкладывалось в голову, потому что как можно было иметь вооруженное ограбление, когда нет оружия? Те, кто хотят достать оружие, всегда его доставали, всегда его будут доставать. Опять-таки, мы вернемся назад на Саус и от Чикаго. Я вам гарантирую, что ни у одного человека, который совершал вот эти вот сто выстрелов, о которых говорил Олег, ни у одного из них не было зарегистрированное оружие. Когда-то я работал в компании, и у нас был один афроамериканец. Жил он где-то в районе 47-й улицы, 49-й, ну такая самая хорошая улица. И он мне как-то в ланч говорит, ну пойдем постреляем. Я говорю, что? Значит, в пластиковом пакете «Джувл», где было написано, он носил пистолет. И он мне его показал. Я говорю, как ты что? Зачем тебе пистолет? Он говорит, ты знаешь, где я живу? Я говорю, ну я догадываюсь. Это был где-то 92-3 год. То есть я тогда только догадывался. Он говорит, там, где я живу, пистолет нельзя не иметь. Я говорю, ну так подожди, а ты его пошел, купил в магазин? Он говорит, нет, зачем? Я купил там его у нас в парке. Я говорю, а что, любой может купить? Он говорит, да. Я говорю, а сколько стоит пистолет? Он говорит, пару сот долларов. Незарегистрированный пистолет. То есть гораздо дешевле, чем в магазине. И, пожалуйста, оружие есть. Поэтому вот тем оружием, которое убивает, стреляет, да, большинство из этого оружия, из этих единиц, это нелегально. Олег, даже если переведем тему на другие легальные и нелегальные вещи. Наркотики. Наркотики, как мы знаем, нелегальные наркотики, такие как кокаин, продаются, естественно, нелегально. Если ты придешь в Стивенсен-Хайскул. Да, в любой школе, конечно. Но Стивенсен, например, Стивенсен-Нютриж считается одним из лучших школ даже не штата, а страны. И тем не менее, там тоже есть наркотики. И тем не менее, когда я спросил у моего сына, я говорю, ты вообще пробуешь или что? Он говорит, если бы я хотел, я уже давно был бы наркоманом. Да, мой это уже самое сказал. Потому что в туалете это дают бесплатно. Да, в Стивенсен... Мы все понимаем, что вот законы, о которых они толдычат, которые не пытаются пропихнуть, в некоторых штатах подобные законы, они говорят о бэкграунд-чек. Бэкграунд-чек существует. Я прихожу, покупаю оружие. Мне заплатил деньги, показал там карточку, это Войт-карт. Войт-карт. Да. И они мне говорят, три дня, за эти три дня они, во-первых, отстреляют оружие, чтобы гильза была. Во-вторых, они сообщают, там, федералы проверяют или местный лоинфорсмент проверяют меня, проверяют мой бэкграунд, были у меня какие-то фэлони или нет. Так что, бэкграунд-чек существует. Это ты когда покупаешь, а когда ты подал прошение на получение лисенс, там не три дня, там, по-моему, три месяца. Сейчас долго очень ждать. А консилкерри я ждал шесть месяцев. В общем, другими словами, все это существует, но ведь человек в здравом уме и рассудке понимает, что вот этот, который в Филадельфии стрелял, который привлекался уже, у него были криминальные нарушения, он не мог пройти бэкграунд. Соответственно, он не мог законно купить оружие. Будет это универсальный бэкграунд-чек или локальный бэкграунд-чек, ему до фени все это. Конечно, ему это не надо. Мы хотим сократить поддержку Национальной стрелковой ассоциации, которая поддерживает право и силы в этой стране. Все, о чем они мечтают. Если сегодня Национальная стрелковая ассоциация скажет, что все, мы распускаемся, они перестанут предлагать эти законы. Их не будет волновать, что сотнями пачками стреляют, расстреливают, массовые убийства и так далее. Их это не интересует. Их интересует уничтожить доноров республиканской партии. Единственная задача сделать единую партию, которая будет всем управлять. А еще больше сделать единое правительство глобальное, которое будет управлять всем миром. Они говорят, что НРА, самая большая их негативная сторона, негативная сторона их существования, это то, что они спонсируют республиканскую партию. Но никто не говорит почему-то о настоящем назначении НРА. И вообще интересно, возьмите и почитайте, что это за организация и какие основные действия, тезисы, требования. Они учат обращаться с оружием. Они не учат нападать и убивать. Поэтому те, кто обвиняет их, говорят все беды от них, на самом деле это не так. У нас звонок есть. Сейчас мы возьмем звонок, чтобы одну реплику позволить себе. У нас тут было одно радио, он 12.40, ну какое-то время существовало, сейчас его нет, я не знаю почему-то. И вот ведущий на этом радио как раз эту тему обсуждал и такое заявление сделал. Единственное, чем занимается НРА, это продает оружие. Я помню это. Блин. Я помню это. Как человек может быть, ну хорошо там его слушало полтора... Это полгода назад. Полтора человека или пять человек в слушании. Это просто необразованные. Пять человек, но он с серьезным видом таким, вот он такой глобальный проблемам все решал. И вот НРА, единственное, чем занимается, НРА продает оружие. И вот те, наверное, пять человек, которые его слушают, его поклонники, действительно прониклись духом таким. Теперь эти заявления на интернете, причем заявления вот все в таком же духе. Ну, на интернете теперь это. Это радио. А, это... И там каждый раз вот такие вот заявления. В виртуальном мире. Вот вбросили и народ начинает обсуждать. Давайте примем звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. О, Мария, сегодня ваш день. Я хочу бы один пример привести. Значит, в 2010-м, по-моему, году, где-то то ли в Аризоне, то ли в общем каком-то южном штате у этих ковбоев, у одного из собственника огромной прерии, значит, решили его часть его прапорти, большую часть его прапорти забрать. Кто хотел его забрать? Кто хотел это забрать? Значит, сын, тогда майжорити-лидер Герри Ри, да? Да, да, да. Он владел компанией, которая проводила электрификацию, еще что-то такое и так далее. Для того, чтобы сэкономить огромные деньги, они решили оттяпать эту территорию. Так вот, этот, значит, собственник, он обзвонил своих друзей, ну, то есть, таких же, в общем-то, ковбоев, которые вокруг жили. И когда пришло вот это агентство, агентство, по крайней мере, окружающей среды, которое было военизированным крылом тоже в то время уже, боевым крылом этой демократической партии, когда они пришли, то вышли вот эти вот ребята, спеставшиеся с оружием, и несмотря на то, что их было где-то в 5-10 раз меньше, вот эта организация испугалась и оставила их в покое. Представляете, что бы было, если бы не было оружия? Вот они и хотят сделать нас рабами, которые не могут себя защитить. Так как сейчас вот в Венесуэле, например, что может сделать голодный народ? Ничего, он не вооружен. Потому что накануне их разоружили. Голодный народ задушит руками, без оружия. Но пока, к сожалению, венесуэльцев расстреливают, как во время демонстрации правительства. Нету лидера. Лидера нету. Безоружные люди. Трудно воевать, когда с голыми руками, когда, так сказать, на тебя идет армия. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сергей. У вас приступало. Голыми руками трудно, поэтому наше правительство пытается нас разоружить. Да, да. И все эти законы, которые принимаются, они направлены в первую очередь на то, чтобы законопослушным гражданам наступить на одно место, забрать оружие, забрать возможность практически защищать самого себя. Значительно проще бороться с людьми, которые подчиняются закону и выполняют, соблюдают букву закона, чем отбирать оружие на улицах у тех, кто его добыл нелегальным образом. Ну вот проблема, наша проблема, особенно вот на европейцев, которых мамы учили, воровать плохо, обманывать плохо, не слушаться закон плохо. Вы абсолютно правы, да. И самое главное, с чего они начинают? Они же натяжены потихоньку, они говорят, давайте уберем такое оружие, как AR-15. Ассалт-бэпп. Да, ассалт-бэпп. Давайте это, давайте это. И все с ними соглашаются, потому что, ну на самом деле, какому человеку нужен, например, автомат? Никому не нужен, правильно? Мэр Дешил, да, уже как-то... Не, но после этого, после этого, вот я на прошлой неделе был в Канаде, у них тоже в Торонто было убийство, так? И они обсуждали, что надо запретить хендганс, это уже пистолеты. Ну, так мы до этого и доходим. Это нормально, потому что они принимают закон, этот закон не работает, но во всяком случае он работает на законопослушных граждан, те, кто стреляет, им по барабану. Есть, разве есть закон, позволяющий убивать человека, пойти и застрелить, зарезать человека? Нет, есть закон, который... Запрещает это дело, то есть за это наказывает. Нет закона, позволяющих убивать. Есть, называется аборт. Единство, да. Так вот, они принимают закон, они запрещают, они отбирают у нас часть свободы, потом оказывается, что это никак не влияет на ситуацию. Ну да. Тогда принимают, надо запретить. Сначала давай запретим автоматическое оружие. Хорошо, запретили. Что дальше? Ничего, все то же самое. Давай запретим assault weapon, давайте винтовки запретим полуавтоматические. Давайте, на 10 лет запретили, ни одна статистика не подтвердила, что это имело какой-то положительный эффект. Ни одна. 10 лет запрещали продажу автоматических винтов, полуавтоматических винтовок, ничего не произошло. Domestic violence, неважно, чем стрелять, пистолетом или AR-фиксируем. Следующий закон будет, давайте запретим все полуавтоматическое оружие. Так, в Лондоне в свое время, в Лондоне, по-моему, уже запретили ножи, потому что не было много ножевых, а если вы помните, пару лет назад, сколько людей погибло тем, что грузовики наезжали на них. Да, давайте прием. Здравствуйте, добрый день, мы вас слушаем. Добрый день, господа. Вы знаете, по горячим следам, то, что произошло в Филадельфии. Да. Вы сейчас слышали выступление мэра Филадельфии? Нет, я не слышу. Его главное обвинение было, что у него не хватает ресурсов для борьбы с НРА. Понимаете? Ну да. А что же еще они могут сказать? Вот. А второе публика, в котором районе полиция пыталась этого криминала добыть, улюкала, свистела на полицейских, кидала в них все, что угодно. Вы помните? Вот это, понимаете, это атмосфера, в которой это... То есть для них, для этой публики, он этот, это там, драг-дилер и варева, он герой, понимаете? А полиция, это плохо. Поэтому на них вот... Это было кошмарно смотреть на это, понимаете, это просто... Это просто... Но это реальность. Реальность жизни, если теперь вот таких пригородов, как у нас на Саусаде, было бы точно такое же самое. Точно такое же самое. Немножко отойдем даже от темы насчет оружия. В 1991 году Чикаго Булс выиграли свой первый чемпионат. Я пошел на парад, друзья. Парада не было. Я помню, что вы будете говорить прекрасно. Рассказывать, очень интересно. Человек берет просто-напросто мусорный ящик и кидает в окно витрину Nike Store. И потом входит туда целая толпа, крадет все, что оттуда есть. И все выбегают. Полиция стоит и ничего не делает. Ты спрашиваешь у полиции, почему ты ничего не делаешь? Он говорит, а что я могу сделать? Потому что в этот же самый момент кто-то же кидает точно такое же в Apple, витрину Apple Store. И тоже выбирает. Господа, у меня вопрос на засыпку по этому поводу. Когда Blackhawks выигрывали и было много больше людей на улице, этого никогда не происходило. Когда выиграли Bulls, Ассояна, это были разгромления магазинов, это сам называют праздновать победу, вот так вот, да? Грабить, уничтожать имущество частной людей. Так мы уже нашли до того, вот посмотрите, когда идите в какой-либо чемпионат. Первое, что они говорят на последней игре, наряды полиции усилены. Спасибо большое, мы должны сделать перерыв. Окей, спасибо вам, ребят. Пока. Возвращаемся в программу Народная трибуна. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Со мной в студии Олег Патлок, Игорь Фиалко и, ну и все вы. Пожалуйста, звоните. Мария, звоните, не забывайте нас. Мы, мы... Я хотел сказать, смотрели бы вчера выступление, выступление, ралли этого Трампа. Да. Самое интересное, что я в это время переключал на CNN и смотрел, думаю, что же они там говорят. Ну, значит, его выступление было там где-то на заднем фоне, а впереди, впереди сидит ведущий вместе с Акостой. Джан Акоста, известный этот скандальный репортер. И вот они... Джим Акост. Джим, да. Джим. И вот они поносят направо и налево Трампа и перечищ... Все кости его перемывают. Так было смешно. Смотри, я вот про себя думаю. Вот, если завтра Факс позвонит Джиму Акости и скажет, мы тебе даем там тройную зарплату. Вот, неужели эти журналисты, корреспонденты, неужели они действительно вот делают то, что им говорят, то же, за что платят. Наверное, так оно и есть. Тебе заплатили деньги. Ведь больше нет такого понятия, как фриленсер, по-моему. Помнишь, когда-то были независимые журналисты. Но в основном они не были на телевидении, на радио, они были в основном только в журналистике. Имеется в виду газеты и журналы такого типа. Может быть, да. Но я имею... Да, наверное, корреспонденты, которые снимают вот видеорепортажи, да, они работают вот на какую-то телестанцию и, наверное, таки, да, такие события. Я думаю, что такие репортеры, комментаторы, как Джима Коста, они не сойдут... Во-первых, они никогда не пойдут работать на Фокс. Потому что, во-первых, если они туда пойдут работать, им будет запрещено все остальные радио- и телевизионные станции Соединенных Штатов. А во-вторых, нет, я думаю, что они, к сожалению, я думаю, что они на самом деле верят в то, что они говорят. Ну, вот, кстати, что касается CNN, вот текущая неделя она может стать одной из самых плачевных в истории CNN и вот почему. Значит, сразу три ведущих попали в... оказали в центре скандалов. Всем известный либерал, своими взглядами либерал Дон Лэмон, он получил повестку в суд о сексуальном харазмите. один бариста. Бариста, ну, это человек, который кофе приготавливает, такое красивое название у него. И вот он подал в суд и обвинил ведущего Дон Лэмона в том, что он был пьяным и в пьяном состоянии он его домогался. Корреспондент CNN Эйприл Райан, такая, с такой вот очень эффектной внешностью афроамериканка, вот, она отличилась на поприще журналистской этики. Значит, когда она выступала в Нью-Джерси на каком-то саммите, то ее кто-то снимал на видео, делал видеозапись. И вот этого человека вывели просто из зала, сказали или прекрати, или мы тебя выведем, короче, вывели его. Давайте звонок примем. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, на Фоксе. Недавно Анатолий рассказывал, как он целое утро повел над тем, что слушал ту же ересь, которую он слышал на СНН. Так что я боюсь, если наши друзья-американцы не начнут писать им против этого события, то мы будем иметь второе СНН. Но мне вопрос другой. Вы несколько дней назад упомянули насчет братьев Кох, которые поддерживают открытые границы. Вот у меня вопрос, почему они поддерживают за республиканскую партию? Почему они не поддерживают демократическую, которая действительно закрытая граница? Ну, институт, так называемый Кадо, по-моему, институт, это такой либертарианский, имеет либертарианское направление. С одной стороны, почему они не поддерживают демократов, потому что им не нравится, что демократы грозят повысить налоги. Все-таки у них огромный бизнес, многомиллиардный, поэтому налоги для них весьма существенная вещь, поэтому они не поддерживают демократов. Что касается того, что они против нелегальной эмиграции, потому что огромные заводы, огромные фабрики, на которых работают нелегальные эмигранты, где-то взять этих людей. Поэтому рабочая сила дешевая. Чисто с прагматической точки зрения они так поступают. Давай проявляюсь несколько слов. Я уже хочу закончить CNN. Ну и третий ведущий это Крис Кома. Давай называть Фрейду. Давай. Фрейду. Короче, он тоже оказался в центре скандала. Он угрожал одному из своих оппонентов сбросить его с лестницы. короче говоря, в результате всех этих скандалов CNN скатился на 13 место в рейтинге каналов. Что, в принципе, довольно плохо для них. Это ударило по карману хорошо. И очень уменьшилась их аудитория слушателей. CNN постоянно уменьшает аудиторию слушателей уже с тех пор, как было даже слушание Мюллера. После этого они постоянно каждую неделю теряют процент. Ну, вот сейчас они скатились на 13 место и они даже хотят упразднить некоторые отделы. Да, Сережа, извини. Ирина, два человека собираются баллотироваться от республиканской партии в Сенат. Ну, такая попытка высадить, дико извинить за выражение Дюрбина. Это... Нельзя ругаться. Да, не хотелось бы, простите. Значит... Слово Дюрбин плохое. Значит, Пегги Хаббард, афроамериканка, откуда-то с Даунстейд, где-то с... Юга. С юга, да, с южной части нашего штата. Афроамериканка до этого никуда никогда не избиралась. Ну, довольно молодая, суть по фотографии, не знаю. с южной части. И еще Марк Керен, по-моему, был шерифом Лейкаунта. Вот. И он будет баллотироваться. Я на самом деле как-то не очень верю. Дюрбин такие корни пустил в этот мафиозный штат, что навряд ли ему удастся. Хотя пора бы уже его высадить. Человек, который называл наших солдат сравнивал с гестапо. С гестапо. Да. Пока на Дюрбино не найдется какая-нибудь мусор, типа как что он тоже там расист какой-нибудь или... Или за вашим сексуальных скандалах. С баллистой. Да. С баллистой. Ничего не произойдет. Добрый день. Здравствуйте. Это Ирина из Атланты. Я хотела... Я, кстати, звонила, вот разговаривала с Толей, с Анатолием и он сказал, что он обсудит в одной из своих передач. Здесь прошла как-то новость о том, что банки предоставили какие-то документации или какую-то информацию о бизнесах Трампа в Конгрессе. Вот. Эта новость как-то промелькнула и больше что-то я вот никак ничего не могу услышать или найти. Если вы что-то знаете, вы не могли бы хоть чуть-чуть рассказать. Спасибо за вашу насколько я знаю... Эта информация была обнародована давно. Да. И, насколько я знаю, вот Дойче Банк Супина была на документы. Это было месяца три назад, по-моему, если не больше. Если не больше, да. Ничего похоже за всем этим, кроме шума, буря в стакане, воды, ничего нет. Требовала, комиссия Конгресса требовала кто-то еще... Мюллер получал документы из Дойче Банка, пытались найти хоть какую-нибудь грязь на Трампа. Собственно, в чем и заключалась задача этой комиссии от офиса специального прокурора нарыть на Трампа что-нибудь, все, все, что возможно. Ничего, ничем это не закончилось после того, как вышел доклад. Понятно, что все это рухнуло. Еще раз говорю, мордой об стол ударились демократы. Давай говорить так. Ты помнишь, был фильм «Бандитский Петербург»? Помню. Когда Палыч, он говорил, что можно украть велосипед и тебе за это... Нет, можно... Да, украть велосипед и провести много лет в тюрьме. Можно воровать вагонами, тебе за это ничего не будет. Так вот, по поводу налогов. Я не могу грести всех под одну гребенку, но я знаю, что очень многие пытаются где-то на тексах, на налогах, вот когда заполняют декларации, как-то что-то списать. У кого-то бизнес списывают несуществующие покупки одежды, списывают несуществующие растраты на бензин. То есть, они пытаются у Трампа найти какие-то, какие-то, ну, не знаю, какие-то нелегальные вещи или нелегальное списание. Или полулегальные. То есть, как в одном фильме сказал герой, воруют все, да? Теперь вопрос просто, кто больше наворовал? Вот они и хотят это найти. Хотя, я уверен, у самих у них тоже рыльца пушку. Но если вы помните, на дебатах, на президентских дебатах между Хиллари и Трампом, она сказала, что он налоги, что он прячет налоги, что он находит пути, чтобы их не платить. И он просто ее убил, он сказал, потому что я умный. Если это разрешается, почему я не могу это скрыть? Да, то есть, минимизировать налоги. Вы же приняли закон, который позволяет мне сократить свои налоги. Почему я не должен этим воспользоваться? Он действительно, он ее убил. Если говорят, что ты не хочешь платить налоги, положи 2000 там, в РАИ, положи это. То есть, легально люди говорят вам, экономисты, аккаунты, они говорят, что есть легальные пути, чтобы не платить налоги. Ну, а есть еще и много нелегальных путей, то этими пользуются. Интервью не слышали, Акасия Кортес, по поводу расизма? Я не знаю, о каком, я по счету, я знаю, какой из них по счету. Значит, вот то, с чего мы начали по поводу России, что мы все расисты. Но поскольку мы тупые, как сказала она, поскольку вы недостаточно образованные, да, 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 вы не понимаете, что вы расисты. да, да, да. Как недавно ей. Как хорошо, когда Бартенышев, 29 лет знает, кто расист, то нет, и самое главное, кто образованный, расист, кто нет. Кто-то написал ей там в твитте, перестань себя выдавать как color, color woman. А самое интересное, что... Она протариканта, на принципе... Камала Хэрис, она, когда баллотировалась на пост генерального прокурора Калифорнии, то она баллотировалась как... Индус. Как Native American. Нет, нет, как индус. Или индус, потому что у нее, по-моему, папа индус, а мама Джамейк или наоборот. Нет, папа Джамейк, мама индус. Да, значит, она баллотировалась как не чернокожая, как не афроамериканка. А сейчас вот она баллотируется на пост президента как афроамериканка. Слушайте, зачем далеко идти за этими примерами, когда у нас есть Элида Бэтс Уоррен, которая попала в университет Гарвард, только тем, что она написала, что она Native American. Да. Поэтому все нормально. Добрый день. Вы в эфире, мы вас слушаем. Привет, ребята. Выглядите шикарно. Смотрю вас, получаю удовольствие с самого начала. Особенно Игорек, ну просто звезда экрана. Привет, Игорь. Да, привет. Это не честно. Это не честно. Мы тоже звезды. Я не знаю, или вы видели статистику о поддержке ее донора в ее же округе. Если нет, я вам быстренько пробегусь по этому. Две секунды, Толик. Две секунды. Две секунды. И округ, всего у нее 10 доноров на общую сумму полторы тысячи долларов. Все. Это официальные данные. Статистика такова, что на сегодняшний день ее поддерживает из ее бывших избирателей всего лишь 13%. Прошу прощения, уже 9. Уже 9. Да, уже 9. Но самое интересное, они вот действительно, у нее в округе 700 тысяч человек. Из них доноров 10 человек на сумму полторы тысячи 250 долларов 50 центов. Ей нужно срочно искать спонсора. Кто-то, вот вам Акасио Кортес. А насчет, ну, я слышал, Ирина позвонила из Атланты. Я уже понял, откуда растут ноги. Значит, Ирина говорит о том, что просто Недлор продолжает забрасывать суды, и Недлор, Ишев и Камин продолжает забрасывать суды. Они, конечно, еще ничего не получили. Ирина, не волнуйтесь, все будет в порядке. Но, да, они продолжают забрасывать повестками, продолжают, причем, а при этом никто не говорит о том, что жена Элайжа Камин находится под следствием, и никто не говорит о том, что муж Максима Уотерс тоже рыло в пушку, и никто не роет ни под нее, ни под этого. Опять-таки, а муж Джен Шаковский, наш любимый, популярный, он вообще, по-моему, уже конвектед. Он сидел, да, сидел в тюрьме, еще два года, домыть, сидел, сидел два года в тюрьме. Так что, чего пусть роет, ну, хоть чем-то надо заниматься. Господа, я должен вам сказать, что пока вот мы здесь сидим и разговариваем и обсуждаем новости, Толик очень, очень интим, индивидуально смотрит телевизор сейчас и смотрит все новости, просматривает интернет, и поэтому он может вложить на эту информацию нам больше. Хитрый. И мы забыли... Хитрый. Хитрый. И спасибо за то, что согрел мне стол. Мы забыли еще одного героя этой эпопеи. Самый главный социалист, который бьется за, так сказать, бедных, убогих и сирых, вместе со своей женой находится под следствием ФБР. Да, да, да. В настоящее время жена и Берни Сэндерс оба находятся под следствием ФБР. Ну, те, кто не знает, может быть, а кто знает, забыл, жена возглавляла там калыч какой-то и обанкротила этот калыч, на самом деле. Ну, не мудрено. Три дома купить, надо же кого-то обанкротить, надо же какие-то деньги украсть. Сам-то он вот... Ребята, еще одна быстренькая такая, типа шутки, но это действительно новость. А перед уходом на рекламу вы играли песни, кинофильмы, американский жигалов. Этой... Блань, Блань. Блань, Бланды. Так вот, главный герой этого фильма, Ричард Гир, решил немножко, ну, похвастаться своей звездностью, полетел в Италию. Ты сейчас про этот корабль расскажешь, да? И, значит, договорился, то есть попросил у министра иностранных дел Италии, как можно больше открыть границу для беженцев из Северной Африки. На что министр иностранных дел сказал, спасибо огромное за ваше участие и за вашу заботу. Пожалуйста, в любое время, когда вы будете готовы, мы вам поможем загрузить ваш личный самолет. Вот этими иммигрантами вы их можете забрать к себе в свой замок. Толик говорит о дрейфующем в Среднем море, в Средиземном море, о судне, где находятся 160 иммигрантов, иммигрантов, беженцев, которые рассчитывают на гуманитарную помощь, и которую Ричард Гир доставил на это судно. Продукты, товары первой необходимости, то есть, я так понимаю, у него что, ролей больше нету, ему не предлагают роли в фильмах, чтобы пиар сделать? Нет, он ищет следующую милашку. Да, он следует, да, точно, он ищет следующую милашку. Милашку. Ну, я вам скажу, если он ищет следующую милашку, он ищет не в тех местах. Да, так что... Если он ищет то судне беженцев... Ты знаешь почему, да? Потому что ты расист. Простите мне. Да, ты расист. Ты расист. Ты расист. Конечно, я расист. Я бы марил этого, я еще и лесбиян. Да, и гомофоб, и русофоб, и исламофоб, и... Ну да, и гонога. а нечего мешать мы уже похоже начинаем заканчивать начинаем прощаться закругляться спасибо друзья, спасибо Олег, спасибо Игорь спасибо всем, кто смотрит, слушает, комментирует пишет пишет нам тут в Ютьюбе спасибо большое мы еще продолжим сегодня у нас еще будет во-первых, Александр Непомничий будет и Леон Майнштейн будет слушайте наше радио